Друзья, всем привет! Вы смотрите Новый Дневник Фаната. И сегодня мы вновь решили выбраться на мини-футбол. Это войдет в кадр, я надеюсь. Что, подошла к концу автограф-сессия Валерия Кеченова, прославленного футболиста Спартака 90. Тихонов бежит по левому флангу, а смотрит в центр. Все, можно отдавать, и Кеченов еще раз встречается с фартарем Руссенборга. У того объявляется много помощников, но Валерий для всех находит место. 3-2. Очень рад, что в Люберце, где играет мини-футбольная команда Спартак, пришло столько назад. Поэтому я как, уже как болельщик Спартака, я только рад. Что говорили, за что благодарили, может быть, какие-то отдельные воспоминания болельщиков, и вам какие-то ностальгические чувства напомнились? Да нет, просто говорили спасибо за то, что мы делали в 90-е годы, за то, как мы играли, что выигрывали первые места. Ну и, естественно, за тот красивый футбол, что нам довелось показывать. На 26-й минуте изящная комбинация спартаковцев завершилась в взятие в ворот. Гурлакович по скетчину. Тот в одно касание пятка отправляет на Штитову, а тот точно выкладывает мяч на ногу Ширко. Надеемся, что нынешнее поколение этой традиции в спартаковскую семью вернет, и не только ограничимся одним чемпионством. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ваше, может быть, какое-то пожелание болельщикам Спартака, футболистам Спартака? Они тоже некоторые на нас подписаны. Ну, я хочу пожелать всем болельщикам и футболистам Спартака, безусловно, здоровья, счастья, всего самого-самого и лучшего. Болельщикам терпения, немножко потерпеть, и я думаю, что скоро мы увидим опять Спартак чемпиона. Ну, а футболистам серьезно относиться к своему делу, любить Спартак, любить футбол. И я думаю, что они будут вознаграждены за ним. Спасибо вам большое за автогрессию, за эти слова. А мы продолжаем. У нас мини-футбол. Спартак-Москва. КПРФ-2. Все хорошего. До свидания. Сегодня порядка, наверное, 700-750 человек, может быть, чуть больше. Друзья, ходите на мини-футбол. Я вот вспоминаю 2006-2007 год, когда мы в Лыжники приходили, пели, репетировали заряды. И после зимней паузы выходили на футбол заряженные, знали какие-то новые песни. И даже два мощнейших заряда тех лет, это сербская и греческая, были полностью отработаны на мини-футболе, универсальный спортивный зал Дружба. Я эти два видео, кстати, снимал. Если вдруг у нас архивы есть, мы вам сейчас эти кадры покажем. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У нас второй тайм «Спартак КПРФ-2». Надеемся на победу наших ребят. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ладно, с вами был Дневник Фанатов, подписывайтесь в соцсетях, ставьте лайки, смотрите что-то на ютубе, мы обязательно будем сильнее, вместе с про таком будем идти вперед, только вперед, чемпионство, кубки, все это будет, этот сезон будет очень, очень и очень крутым, дети меня отвлекают немножечко, но ничего страшного, как говорится, дети это красно-белые цветы жизни, это моя фраза, можете ее использовать. Да, вы смотрите, вы тоже попадете, кстати. Субтитры создавал DimaTorzok